Рачишка, а гол поиграем со 103-м калашиком, да в старой сборочке, да на старых картах, да в старом стиле. Капчик, то есть покрысим двушечкой, да? Да! Блин, ну ты же знаешь, я всегда за такие мероприятия. Капчик, то есть покрысим двушечкой, да? МОЗГОЛ! Кипяка, паня, гипяка, топка, представляй. Классика нагиба, или как раньше играли с калашом. Эх, рачишка, меня аж при виде этой карты на слезу пробивает. Да, есть когда. Надеюсь, что у наших разработчиков в новой игре все получится. Блин, я тоже надеюсь, что все у них получится. Крайне в случае нет. Приветствую вас, леди джентльмены, дорогие подруги. С вами Маркет, капитан очевидность, капитан АК-103, капитан прицел двушка, как старые добрые времена. И есть у меня для вас отличненький анекдот. Мать учит дочку. Целью запомни, ухаживают только богатые и успешные мужчины. Все остальные просто домогаются. Да. Жизненная, сука. Таково и бывает. Играем с двушкой. С двушкой, именно так. Вы помните, когда-то все играли с двушкой. Изи, наверное, придется перезаписывать. Погоди, так всегда начинается Изи. А потом, знаешь, какие полные жопы огурцов бывают. Двушка. Прицел, который раньше был... Ну вот, знаете, вот, есть только двушка и двушка. И все. И с остальным 90% игроков Farface... Нет, не имеешь права. Не надо, ну, сука, ты зачем вылез? А тебе вообще удобно, кстати, играть с двушкой? Ну, в целом, да. Ну, честно говоря, ну, с другого, тем, эотэщем и 1-3, там, это намного удобнее. Тихо. Хэтшот, детка. You as own. Вот с этим удобно. Да. Двушка, она ничего. Бачина, мрачина. Благодарю, Днарина. Понимаете, двушка, ребята, откуда взялась? Раньше был такой миф, что, типа, если у тебя двушка, то тебе удобнее целиться на большие дистанции. Конечно, в Warface, на самом деле, такие дистанции. Тут нафиг двушка не нужна. Это первое. Второе. Это истинная причина. Это сенса. Дело в том, что раньше люди играли, многие, на высокой сенсе. Да и раньше были очень популярны макросы. И играли, там, на сенсе, типа, сорока, например. И, конечно же, людям было неудобно, скажем, стругло играть многим. На самом деле, им и с двушкой было не очень. Ну, как бы у тебя-то с двушкой летит отлично. Да, ну, как бы мне пофигу. Вот. И такие дела. Поэтому такая мода была. Да. То есть, ты хочешь сказать, люди насмотрелись киберкотлет, поставили низкую сенсу, и поэтому они теперь все играют стругло? Ну, собственно говоря, да. Да, именно так. Так, как бы люди оптимизировали свои настройки, более профессиональные. Многие, во всяком случае, их сделали. Переняли опыт киберкотлет по игре с всякими, тругло и так далее. И пошло нормально. Да, блин, сука, Кэп, ну ты отвлекаешь. Вот потом не мог этот вопрос задать мне. А, давай, давай, давай. Давай, и букеньки. Давай, давай, ты имеешь право. Вот, красавчик. Опаньки, мы снова в строю. Мы снова в строю. Друзья, кстати, напишите, мне вот интересно, а кто из вас с двушкой играет на постоянку, чтобы это основной у вас прицел был? Я думаю, что большинство сейчас двушки вообще, как бы, не играет. И даже, и многие, кто потом пришел в Warface уже где-то, после года где-то 2016-го, наверное, многие двушку-то толком и не использовали никогда. Готов, мой сладенький. Странно. Что? Ты сегодня не крыса. Ну, немножко крыса, почему нет? Чуть-чуть. Но, как бы, это надо, надо. Как бы, у меня стратегия в толк состоит, чтобы аккуратненько так. Вот, другое дело. Ха, пошел в жопу. Прижался к углу, это еще не значит, что ты крыса. Я жду своего звездного часа. Сейчас он наступит, я выйду, вот увидишь. Все, я пошел. Да, блин, ну фраг отобрали, мужики. Ну, не серьезно это. Ой, мама, не... Ну, почему, сука? Есть, все, вот она. Почему центр? Не легче слева или справа войти? Нет, Кэп. А какой смысл идти слева-справа, если противник просто тупо в центр выходит? Причем чуть ли не полкоманды выходит. Так ей надо этим пользоваться. Вот, масклучизация пошла. Это я хотел сказать. Друзья, так душевно идет сегодня. Блин, реально, как старые добрые. Рачки жирненькие, калашики по двое, душечка сладенькая. Ой, 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 ой. Блин, ну вообще прям, ну вы же понимаете. Все, просто великолепно. Красавчик ты сегодня не букейки. Даже придраться особо не к чему. А не надо придраться. Может вообще на постоянку, на двушку тогда перейдешь. Кэп. В нашей игре проблемы на самом деле. Вот, кстати, я заметил, что даже киберкотлеты опытные, да? Опытные киберкотлеты у нас. Кто играет на быстрой СНСе, например, медиком. Они, если на другой класс садятся, на Инжа Штурма, часто именно двушку одевают. Не хватает им чувствительности в прицеле. Им надо двушку одевать из-за этого. Разработчики, 2021 год. У вас тут еще тем более киберспортивная игра. В ней все должно настраиваться. Чувствительность прицеля должна в каждом прицеле. В тру угла, в двушке и так далее. Хоть в снайперском. Должна отдельно регулироваться, настраиваться. Какая тебе нужна. Да, я так считаю. Я думаю, что зрители меня поддержат. И чувствительность основная должна регулироваться. Тоже там до единицы, например, там не знаю. Хотя бы там, например, не как вот 7-8 у нас в Warface, а там 7-1, 7-2, 7-3, 7-4. Вот так вот. Все должно быть настраиваемым. Да. Настройки очень важны в любом шутере. А у нас даже кратность прицела, ну то есть чувствительность прицеля настроить нельзя. Это плохо. Это нехорошо. Я надеюсь, что вы это как-нибудь сделаете. Хэтшот, детка. Хотя бы в новой игре. Да. Я, кстати, еще кое-что узнал о новой игре, но пока что говорить об этом не буду. Это будет не Warface явно. Но это будет сочно, я думаю. Это будет очень сочно. Появилась информация некоторая, слитая. Вот. Ну. Мишаня немножко как бы лоханулся. Один прекрасный момент. И кое-кто залез к нему в компьютер. Но это долгая история. В общем, сейчас не будем это обсуждать. Такие... Хэтшот, детка, его сон, короче, да. Да, благодарю тебя. И прочно я хотел сказать. Вот. Короче, блин... Здорово все. Двушка. Прицел, который некогда был метой. Если ты топ штурм, ты должен играть с двушкой. Практически все играли с двушкой. Топ крабокодеры. Топ там чуваки. Даже некоторые киберспортсмены. Двушка. Это было наше все. Но. Те времена ушли. Ушли. А Warface остался. И мы в нем, кстати, тоже. Так или иначе, если данное видео вам понравилось. Вы тоже, как и я, безумно ждете новый шутер. От... Этот... Бесагон... Пиксагон Геймс. То... Ставьте лайки. По желанию. Как хотите. Яйки чешите. Это обязательно. Без этого просто никуда. Слушайте хорошую ритмичную музыку. Ставьте хэдшоты. Играйте с тем прицелом, который вам нравится. Вступайте в нашу армию. Нагибайте все. Увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok